Привет, народ! Мы наконец-то добрались до парка. Куда собирались уже давно. Вот главный вход. Сейчас пойдем смотреть. Тут у нас такая площадка просторонная. Ой, от асфальта прямо испарение идет. Сейчас как-то посмотрим, куда идти. Ребята, поедем в авторник. Я додор. Асфальт в горе. Ребята, ребята, поедем в авторник. Красивое вот это здание. Ну, наверное, смотри, оно обшарпанное. И там... Какого, наверное? Похоже на психиатрический лечебник. 17-го или 18-го века. Все, теперь твой блог будет на 17+. Почему? Потому что здесь мальчики ездят на велосипедах и ругаются. Конечно, это замательная школа такая. Ой. А я, может, на этом фоне вставлю пип или музыку? Будешь там отлично? Нет. Там такие вазоны в этих самых. О, смотри, коричневые утки. Я жала, что нам поможет. Он поможет немного поп. Да. Сейчас, сниму. Ну-ка. Получатся у меня утки. А, нет, не получится. Вот тебе, смотри, сколько замков. Это не то, что на радуге. Тут, наверное, каждые выходные кто-то женится. Просто безумное количество на одном месте понавешано. Вон. Всякие разные фигурные и обычные. Я специально смотрю. Ну, да. Даже смотри именами гравировку там. Ну, так это за оказывается. У меня пчела напала. Она что-то хочет. Ну, сейчас у них этот, брачный период. Ну, брачный период. Я же не пчела больше. А вот тоже. С этим самым. С этим, как его, скупидончиком. На самом деле, эта пчела очень опасна тема, что у меня большое желание отмахнуться моим телефоном у вас на диспалке. Я сейчас на нас напала пчела. Она сзади тебя. Дикая пчела на нас напала. Пойдет. Ну, может быть, не по глобой. Может быть, наоборот, познакомиться хочется. Да. Ну, она лезла ко мне под юбку. Может быть, она такая, гид, гид, нужен. Так, нам, наверное, направо, туда. И потом у нее уже внутрь идёт, да? Ну, что, тогда пойдем туда. Домик, кстати, говоря не особый, я смотрю, реставрирую. Ну, они, я не думаю, что... А, нет, смотри, он функционирует, там открыто. Он открыт, да, но он весь обшарпан, он всё такой, и даже из дома. Ну, да. А, видимо, так, он ещё более обшарпан. Видишь, там окна забиты какими-то небесами. И там, и там, и там ещё, как приклеена отражающая плёнка. А можно, ну, вот там, смотри, что на камне написано. А вон камень лежит большой. Маленький сосновый садик. Ой, а, нет, это не лапчатка. Или лапчатка. Ну, какая-то другая лапчатка. Хвойник такой маленький. Ну, не только. Ну, да, и тут вот и барбарис, и вот этот, как его называют? Рододендрон. И кот Борис. Рододендрон, вот, кстати, не помню, они уже отсвели или ещё не засветали. А, там ещё какой-то сложной формы. Ну, вот, а, непонятно, то есть в центре должны быть гораздо более высокие деревья, или чего, непонятно. А там уже куча, какие-то козятки, козятки какие-то. Ну, да, он, какая-то ёлочка, сосенка. Для чего такой ангар, наверное, идёт? Да ещё такой высоты огромной, сколько этажей. Там какой-то чувак даже лазит по верхнему ярусу. Ну, может, проверяет окна, или открывает их, там же вон, форточки повсюду. Слушай, а попасть сюда, наверное, там платный? Ну, да, я в стекларию смотрела в оранжерею платный вход. Это же этот самый, смиряюсь с хозяйственной академией, а не крылью. Ну, вот, в японских сад 150, когда сакура цветёт, 200 вход. В оранжерею, по-моему, то ли 300, 300, по-моему, вход в оранжерею. Я не могу сутить про тракторию. И есть ещё розарий. В розарии тоже, по-моему, что-то в районе 300 рублей вход. А тут, наверное, запустили так-то. Ну, да, можно было посадить цветочки, розочки какие-нибудь, что-нибудь такое. И труба торчит какая-то левая. Ну, вот в тот, в то оранжерея, я помню, мы ходили. В общем? Да. Причём, когда мы ходили, там было бесплатно. Ну, в то время, когда я училась в институте, это какой год был, это было где-то 6-7 лет назад, тогда вообще в парках можно было гулять бесплатно. И никто тебе слово бы не сказал, что ты там... Ты видишь, что там написано? Ну, это, наверное, в левомнице. Не, ну, это, наверное, не главное. А тут и... Чё там написано? Объект находится под видеонаблюдением. Блин. Всё, ага, засняли. А здесь не главный вход. Я даже не знаю, где в эту штуку главный вход. Пойдёмте, чтобы тебя разбереть. А, бля, они такие запущенные. Да. Чё там, мне кажется... Ну, вот здесь не было такого садика. Здесь были такая разруха и руины, как вот в Коломенском, где там сохранились. Это вишня. Вишня? Да. Смотри, вон вишенки висят. Интересно, она съедобная. Слушай, это сакура выглядит, нет? Не, не знаю. Нет, не сакура, она немножко иначе выглядит. А тут уже всё подрали. Конечно, ободрали. А, нет, или не вишня это. Или вишня, я чуть не пойму. Слушай, ты знаешь, у меня всегда смутные сомнения, по поводу того, вишня это или нет. Ну, вон там какая-то ягодка висит. А, вон висит, да. Кругленькая. Это не вишня. Вишня такая не белая. А, у неё такая попка, ну, когда я сниму у неё. Во. Ну, это, может, боярыш, не знаю. Может быть, первичная. Она похожа на вишню, но у неё снизу какая-то пипка. Она на вишню вообще не похожа. Она маленькая, твёрдая. Но она чем-то похожа на вишню, по форме. Она похожа на что? На крошечное яблочко. Вот она на что похожа. А, может, это яблочко и есть. На таком черенке? Ну, фиг знает. А, может, это, как это называется, смесь. Слушай. Гибрид. Я проведу дебюстацию. Давай. Это очень опасно. Незнакомый саду. Коряшка. Кусай. Ну, чё? Кислая. Дай-ка, Кость, ну, немножко. Очень кислая по вкусу. Даже не знаю, на что похожа. Ну, может быть, даже и на яблоко очень кислая. Ну, кстати, да. Это яблоко. Да. Это очень кислая, крошечная яблоко, которая просто издевается. Она сказала, что это хуже, чем Антоновка. Это яблоко троллит. Оно троллит всех. Он говорит, типа, я яблоко. А вот снизу какие-то эти цветочки, не цветочки, а как вон мелочь какая-то, ягодки мелочи. Ну, это, наверное, не съедобно. Мне вообще, мне кажется, какой-нибудь волчий ягодник или что-нибудь в этом духе. Ну, какая-то смородина. На листья посмотри. У смородины. Я говорю, не смородина. Ну, да. Это же у смородины листья совсем другие. Не смородина? Ну, я не думаю, что они стали бы ядовитые ягоды здесь вот так вот. Тут же наверняка дети всякие бегают. Ну, если ты съешь максимально, что тебя может вырвать. Слушай, это может брусника, нет? Нет, брусника не бывает такой. Она низкая. Ну что, рискуешь? Я недавно мучил поживаться. Ну, с одной ягодки тебя единственное, что может вырвать. Фу, она горда. А, воды. Ну вот. Коляшка. Фу, гадость съел. Е-е-е-е. Теперь в архе так противно. Она реально горькая. Просто в душе горит. Вот еще такая же. Мои вкусовые рецепторы. Ну да, тут заброшено как-то. Могли бы это делать. Вот боярши, по-моему. Тут вообще посадили прям на пешеходной дорожке. Слушай, они не засыпали навозом. По-моему, просто выросла трава на клумбе. Они насыпали землю здесь зачем-то, наверное, для клумбы. И на ней выросла трава. Ну да. Ну, это не навоз, это перегной. Ну, может быть. Ну, в случае удобрения там вот этого больше, по-моему, чем землю. Ну да. Вот. Вот надо было с тобой взять воды. Теперь у меня во рту мерзкий приспособ после этой язвы. У меня есть этот самый. Кто? Медовуха. Ну, правда, перцовая. О, давай, давай. Другой не было. Какая разница, давай, сейчас набухаем. Медовуха. Вот. Верный спутник. Главное, у нее там бухло, и она молчит. Я не молчала, я сказала. Вот, смотри отсюда, как это все выглядит жутко. Какие-то странные конструкции, похожие на шапки Мономаха. Да, такая форма у нее непонятная. Не, ну, может быть, чтобы вода скатывалась, покатая такая фигурная крыша. Фигня, чтобы вода скатывалась достаточно, чтобы она была круглая или такой, пермедальный какой-нибудь. Ну да. Это просто, мне кажется, так, такой. Непонятно для чего так, а я сделала. Дизайн. Дизайн такой. Вот это, наверное, современное. Не то, что вот это. Да, заброшенная такая. Здесь можно всталки делать, не кажется. Какой-нибудь, может быть, там и мша бродит. Ну, и мша не знает. Мы с тобой тут бродим. Но внутрь там, ну, сейчас, наверное, не знаю, платно или вообще нельзя зайти. Смотри, дерево какое. Оно было в горшке, наверное, и высохло, и осталась от него одна палка. Если бы здесь был леший, он бы его указал, утащил с собой. Да. Поставим как декорацию. Смотри, тут даже культурный вход какой-то был. Ну да. Когда-то. Многие годы назад. Сейчас там, может быть, уже не растет еще. Не, ну... Хотя растет... Там видно, что там какие-то цветочки. Смотри, что вот этой какой-то вот этой байдой... Что это за хрен? Не знаю. Это хрен? Это, не знаю, дешевый бруссерик какой-то. Ну, им тут все засажено. Может, это хрен? Я, конечно, не знаю. По-моему, это не хрен. У хрена нет таких резных листьев. Они, ну, по краям фигурные, но не с такими разрезами. Да, наверное, это все-таки не хрен. Я, конечно, не помню точно, как он выглядит, но, по-моему, как-то не так. Если только хрен моржовый... Ну, там в этой пристройке оранжерейной, там видно, что внутри какие-то растения сидят. Смотри, прям от асфальта испарение идет. Как такой туман. Сейчас еще из Сибири нагнало дым в Москве. Вот, все затянуто этим смогом, дымом. Ну, а так сказали, что это в Сибири. Что они там делают в Сибири, что у них такой дым к нам пришел? Да, они там не так горят. А-а-а. Да, тут вообще, вот, наверное, был вход какой-то. Ну, тут вообще все заброшено. Главный вход, вот, наверное, идет. Ну, да. Ну, наверное, он теперь с другой стороны. Ну, да, видно, что все, видно, что все заполнено пространство. Какие-то не типичные, наверное, условия. Ну, Фильд знает. Тут у них, правда, как я смотрела по карте, не с этой стороны, но вот по этой стороне идешь, но перейти нужно в другую сторону шоссе. И там у них есть магазин, где можно купить всякие садовые растения. Ой, смотри, какой. Ботаническая улица, а вот это дом 4 на Ботанической улице. Да. Мы-то думали, что это просто аллейка и какая-то... Смотри, какой-то Ракарий. Это интересно, что такое. Смотри, какой дерево. Смотри, Ляна писает. Там Тарзан где-то, наверное. Нету там голого мужика? Нет. Если ты разденешься и прыгнешь туда, то будет голый мужик. Блин, они бы хоть это самое, таблички. Что это за дерево? Смотрите, как в джунге. Ну, да. Витам какие-то... Ну, вот как тот мы видели с тобой, как называется этот фейхоа. Никакой таблички нету. Я потом посмотрела в этом, в энциклопедии. Это фейхоа было. Я думала, может сорвать фруктик на память. Дерево-свино. Но там снизу все уже подрано. Это было дерево-свино. Вон как тоже поломало все. Погода тоже буялила, когда была эта буря. А мы к выходу идем. Да? Ну, вот сюда, наверное. А мы как... Подожди. А там же мы смотрели, пока что там дорога такая. Тут не поймешь, что это. Вон башню видно. Ну, цветы понятны. Но это розарий или лилейник, или пионник. Тут вообще вон дельфиниум растет синий. Или аконит. Нет, дельфиниум. Вот интересно, что эти люди там делают? Смотри, они ходят, разглядывают. Ну, разглядывают, смотрят, какие сорта. Опытные, натюрые, цветочники, профессионалы. Может быть, даже флористы. Может быть. Ой, смотри, вот эти шишки, которые мы видели. На которых пчелы сидели. Серые вот эти. Ну да. Ну да. Вон эти самые золотые шары. Ну, какое-то странное. Не хочу, что-то. Странное место такое, но огорожено забором, и в него никак нельзя найти. Ну, кто-то есть. Ну, где-то он есть. Где-то. Как-то ведь люди туда зашли. Или он. Ну, ты лет, я как-то смотрю, смешаный, но он не лет. Ну да. Ну, вот, ну да. Липиска. Да, похоже. Дошли до конца, а тут грязь. А, тут ворота, но как люди-то вошли. Нет, наверняка где-то есть столица. Я не знаю. Можно угнать вот этот вот... Трактор. 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 Прорваться на него. Ага. Трактор. Трактор. Да, там было бы прикольно посоветиться, но туда вход 300 рублей. Нет, нет, 300 рублей, смотри. Да, вот когда вы мне на Яндекс.Майне скините рублю, и мы сходим с вами в розарий. Все, донатеры побежали уже. Да. Тебе понравились? Или, там, ты посчитал их интересными? Слушай, давайте там чуть-чуть любимся, потому что у меня включает вот эта феорума с этими машинами, как же это все... Мари, поднимается куда-то наверх ступеньки, а там ничего нету. Вообще тоже запущенное место, можно было здесь сделать красиво, например, вот эти террасы засадить цветочками таким-нибудь стелющимися. Я мог бы, конечно, ничего не делать, но поскольку надо же что-то сделать, я сделаю телфор. На фоне этого каскада? Ну, блин, надо же какой-то фотоотчет. Природная флора, японский сад, прямо теневой сад, фондовая оранжерея, сад непрерывного цветения. Прибрежные растения. Пойдем к прибрежным растениям. Туда тоже есть дорожка, у нас туда люди идут. Ну да, идти рядом с шоссе не представляется интересным. Я не очень по-походному оделась, вон в шлепках. Конечно, предусмотрительно, кроссовки одел. Я как-то сходила в кроссовках, потом натерла ноги хуже, чем в босоножках. Ах, у меня полыхали ноги от мозолей. Вот не предугадаешь, такую жару в кроссовках неудобно. Вон там на той стороне так романтик такой. И там даже, вон, есть домик для этих гусей, ой, для лебедей, что ли, или это для уток домик. Вон, коричневый домик на пруду, вон справа, которая уплыла во время урагана. О, ой, а нет, это показалось, что там есть лодки. Ну да, ну его вряд ли чистят, но он, по крайней мере, такой, более естественный. Ну да. Вон она, будка. Для уток. Возможно, туда даже лебеды прилетали. Смотри, какой он завтрак. Ну, бутылки плавают, мусор всякий. И это наша... Раша. Да, наша Раша. А на той стороне какая-то стука камешками обложена. Может быть, это что-то типа колодца. Нет. А вон. Или родничок какой-то. Правда, из такого родничка я бы не стала пить. Ну, вот так вот, прилично плавает, правда, грязи в этой... Они из-за вот этой мутноты, которая тут виднеется прям каким-то пятном, они не могут к домику подплыть. А что меня обрезало? Почему обрезало? Не обрезало. Разве? Глоще. 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 Угу. 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 Не обрезало, он просто сам вот. Так снимает как-то кусочек листов. Ну, с оказывается... Листу пахнет такой. Влажным лесом, мокрым. Вот, сейчас сделаем крюк через Останкинскую усадьбу. Вот, где написано «Вы здесь». Нет такого, нет надписи. Так. Я что-то не вижу, не упали. Скорее всего, вот там вот, потому что там пруды. Вот, можно пройти, посмотреть усадьбу сделать. Ну вот, мы с тобой так и собирались, я тебе говорила. Вот так пройдем вниз, а потом наверх вот туда. Там как раз вот эта вот ДНХ уже, а нам к прудам. Нижний, этот самый, Нижний Останкинский пруд нам нужен. Ну, да, я правда немножко враспелинку. Почему? Потому что я не могу понять все-таки наше местоположение. Но если мы здесь, теоретически. Ну, тут особо никаких нету, как сказать, обозначений, где ты находишься. Ну, пойдем. Как будто не настоящий. Прям не дышит. Только хвост чуть-чуть шевелится. Он даже не реагирует. А он на той смотри, клеймо 2.0. Они похожи на лошадей из какой-нибудь компьютерной игры, которые тоже стоят неподвижно, пока на них не тягешь. Коричневая лошадка и белая, а вон девушка на лошадке. Да. Ой, там тоже, смотри, выворотило деревья за этой площадкой. Субтитры сделал DimaTorzok